Еще раз призываю занимать свободные места, время 1 часа, и мы должны по графику приступать к нашей работе. Продолжение следует... 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 Комплексные числа и представление комплексных числа В основном мы называем это либо в Германии мы называем это плоскостью органа, а вообще это лучше всего называть плоскостью веселя. — Какая-то проблема с наушниками и микрофоном у переводчиков, и мы, по-моему, интерферируем с тем, что происходит в наушниках господина Пенроуз. — Какой-то странный звук. — Все? Хорошо, спасибо. — Итак, здесь мы имеем представление комплексных чисел на плоскости. — Уважаемые коллеги. — Уважаемые коллеги, у меня есть очень специальный респект. Если вы не используете телефоны, пожалуйста, отклоняйте их, потому что они создадут звук. — И мы будем переключать звук. — Я уже попросил наши инженеры, чтобы это сделать. — Ну, давайте. Итак, спасибо большое. У нас очень известное представление комплексных чисел в москости Веселя, которые изучались другими учеными, комплексные числа. У нас здесь квадратный корень из минус один и любое вещественное число может быть представлено здесь и на двух координатах этой москости. Те действия, которые связаны с сложением и умножением, они представлены здесь, это достаточно известная вещь. И умножение дается вот таким вот образом и может изображаться в качестве треугольника. Вот здесь вы имеете один и моль по этой оси и идёт вверх. И очень приятно, чтобы это было геометрические представления. Если вы думаете о комплексных чиселах, то есть что-то магическое. Итак, я хочу изучить две самых известных материалов, которые комплексные чиселы. Если вы просто consideraли это очень просто полеяноином квалификация квалаширования крыши, вы можете посмотреть на 0, а с точки зрения от «и» — это лишнюю областью. Если вы хотите видеть этого равнение, то ваша решение этого равнение. Но, больше всего, я заболею о том, что это очень экскурсионный факт, что для реальной функции можно быть всяческим вегетминам. Можно поделиться по целому клас, не только два раза, а также не несколько три раза, и вы имеете ввиду в результате пяти примеров. И, к сожалению, пока не получится, что все остальные функции. Однако для комплекса функции не очень легко, если она гладкая, то есть для прежде всего, И если это более гладкая функция, чем вот эта, то можете написать вот это. И имеет место следующее преобразование. Следующее преобразование – это замечательные свойства, которые автоматически, как только вы поняли, каким образом вы живете в уме, но становится все ясно. И так говоря, метрики комплексных чисел, и чем больше я узнаю о комплексных функциях, то, думаю, больше, чем одной переменной, тем больше я убеждаю, что комплексные функции. Комплексные числа и комплексные функции имеют очень красивых и много других свойств. То есть, говоря об этой магии, так скажем, я бы хотела показать следующую иллюстрацию. Здесь функция, которая выглядит достаточно простой. И здесь функция, которая выглядит достаточно простой. и вы можете помочь что-то интересное здесь предоставленное происходит. Здесь функция, которая происходит. На самом деле, если вы поместите это число в комплексных плоскостях, то есть, вы поместите это число в комплексных плоскостях. И вы видите, there are similarities here and here, where there is this i or minus i, that is to punch the function that we have, you don't see it, it's a real function, a real function. And this, let's be smooth, that if you look at the value of this function in the complex plane, to find that this singularity is good here, and therefore, that they die there and here, and they're not to go up here and there is a circle, that there is a circle, the language is not huge, and there is, and it's diversity when the circle gets bigger, to the end, and the circle gets bigger, and the first places where we have the same relations. So you can understand, why such those diverse, the complex and clear here are complex. So somehow you learn more about real functions, simply by standing more complex. and there are many, many other aspects of this, and I just don't have to illustrate it here. These are aspects of the complex subject, which somehow there was something going on behind the scenes, you don't understand what real functions are doing, you also find it to be complex. You will learn more about what's going on, the imperfect standing of the nature of the planet. Now, a complex analytic function, that is a function that is smooth in complex sense, and therefore I have that, how she is, especially, the word is often useless, it is holomorphic, that's the language you use, the holomorphic function, and then FZ here, is one which is smooth in the complex sense. So this is a complex function, and it's smooth in the complex sense. Now, you can understand also geometrically, what this means, if you have a graph function, if you have a graph function, if you have a graph function, which is a graph function, which is smooth in that region, but the property geometrically, that a holomorphic function has, is first of all, this is a simple formal, it is two curves here, it is a map to two curves, such as two animals that are here, which is the same, or another way of putting it, is if you have a small shape, then that small shape will be mapped. It may be rotated, it may be expanded, or contracted, but in the limited small shapes, the shape will be unchanged. In particular, if you have a small circle, then that is mapped to the small circle over here. So this is the nature of a holomorphic function, is in its conformal, but I should say also, it is orientation preserving, so it does not reflect, the orientation is preserved in this small circle. And this is very valuable, for many of what we heard about Joukowsky, a minute ago, and it is again, one of the things that fascinated me when I was an undergraduate, was the fact that people could understand about air flow, about the air flow shape, and the transformation sort of precedes something like this. If you want to create ideas, you can do a flow, which is a divergence screen and a rotation screen, then you can map one such flow, this is in two dimensions, to another such flow, by one of these conformal holomorphic maps. And if you know what the flow is, across this little segment, if the flow goes this way, and that's saying it doesn't extend the floor, and then you find one of these monomorphic transformations, it just comes up this line into a circle, and you get the flow around the circle, or if it's a cylinder, this is two dimensions, so you remember it was another connection, coming up from here, and if you flow around that cylinder, it can be understood through this conformal map. And the philosophy transformation, is a very simple transformation, which can be analyzed to its species, to show you how to transform the circle, with an aeroport shape, and so the flow around an aeroport wind, can be understood in terms of complex analysis. And I remember when I learned this, and the undergraduates, I found this not happening. to do electric circuit theory, and this is very much more simple, from the south, then using complex numbers, to do, alternating the currents and so on, next to very simply, in terms of complex numbers. And these things are all very beautiful, and therefore, these are applications of complex numbers, because there are many, in many different areas. And these are completely different areas here, you have the fluid flow in this case, and here you have the electrical circuit theory. But in a sense, you might say, these are not a natural tricks, which are useful, for some reason, happens to be an ideal agent. You see, this is only for a flow of a particular kind, you know, viscosity or something, and it's not so simple. You can do a few dimensions, it's not so simple. And likewise, you have complications here, which may make this kind of analysis not quite so elegant. So you do find that complex numbers are useful in many areas, but this is not a place, if you like, where you find an absolutely fundamental role for complex numbers. One tends to think of their use as just a convenience, something that enables you to do something that you needn't to do even for, but they're just handy, and give you a very elegant way of describing something that you could do otherwise, but perhaps not so elegant here. But what we find, when we go deeper into the structure of nature, that complex numbers reveal themselves in a very, very fundamental way, and this is in quantum theory. So quantum theory, just to remind you about quantum theory, I have to idealise experiments, which illustrate the particle or wave data for quantum ingredients. Here I have a laser here, and let's say it's emitting photons, and in this top experiment, let me cover that one up just for a moment. In this top experiment, we have a beam splitter, which you can think of as a silver mirror. It's not actually silver in your sense, but the point is, it reflects half the light and it transmits half the light. If we have photon detectors here and here, then what we find is that either the photon jumps this way or it goes this way, and this is a 50-50 beam splitter, you will find that half the time it's this detector will reactivate and half the time this one. And that's very well understood in terms of the particle picture, because you can say the particle either goes this way, activates this one, or this way and activates this one. Now assuming everything is ideal, you will find that it's always one or the other. and this is the exclusive or, that is to say, you never find that for a single photon it's both detectives. You never find that for a single photon it is neither. It's always either one or the other. And that is the way that you give your particle-like entities with a head. On the other hand, we can slightly modify this experiment. It was the last end of the parameter. We still have our beam splitter here. Now here we have two ordinary mirrors, all of them with 45 degrees to the direction of the beam. And another beam splitter here. So in the particle picture, you would say, well the particle might go this way, or it might go this way, if it comes this way, it might go that way, it might go this way, if it comes this way, it might go this way, this way, this way, this time, people probably disease three. And so you would expect that half the time it would come here, and half the time here. But you don't find it. what you find, and assuming that all these nets are equal, so you see that square here, what you find, is that it is always this detector which receives the photon and never this one. So the particle description doesn't work anymore. However, it's the same thing that particles are little wave-like entities, such as something like what people refer to as a wave packet. So imagine it's a little concentrated wave-like entity, and the wave is split into two, and the wave packet is split into two, and then two parts come back, and when the waves reinforce each other, they come this way, and the other waves, where they cancel each other out, so they never come this way, and always go this way. So the little wave packet will explain the results here. You might say, well, that's what photons are really like, they're little packets which have an oscillatory nature, so they're small enough, so they behave like particles. That signal will not work for this one, because if that was the activation, let's imagine what happens here. Well, that little wave packet, as it was here, splits into two, and, well, if the little smaller wave packet comes this way, you could imagine it has a 50% chance of activating that one, and a 50% chance it comes this way, of activating that one, but the trouble with that escalation, it doesn't work, because these things are independent, and therefore, there will be a 25% chance that both of them get activated, 25% chance that 90% of them get activated, and 25% one with this one, 25% this one. That's wrong, which defines as always either this one, or that. So the wave packet installation does not work here. So you see, there is something much deeper and more profound about the way particles behave, which cannot be explained by the way particles behave. So what one has to do is, well, what businesses found they had to do is this rather extraordinary thing, by considering that whatever happens, you see, here I have two alternative things that the photon might do, it might go this way, it might go this way, it might go this way. You don't say, as the particle or wave packet, well, you don't say as the particle explanation would say, that if I don't go this way, or this way, you have to say that it does both at once in some strange sense. So that A goes that way, or it goes this way, and both those things simultaneously happen. and the way that the Schrodinger equation works is that you have an evolution of A that goes this way, and the evolution of B that goes that way, and you consider both the equations to change those at once. And so there is a superposition between these two alternative distances. Now, what are these coefficients here, the W and the Z here? You might think that they were probabilities of one or the other, and sometimes people think of the wave function as the probability wave, but that doesn't really work. These things have to be, in order to get the interference, these things have to be complex numbers. So this is the crucial thing. In time, if you are forced, is using complex numbers at the basic level of physics that we show from here in this experiment. So we have the complex plane, and I imagine that W and Z are two points on this plane, and these weighting factors are complex numbers. Mysterious, what does it mean when you sort of don't ask that question? You say, well, somehow you have to understand that at the quantum level you have these complex positions and complex numbers. And they give you an experience to do that here. However, you have to worry about something from here. You see, the evolution of Schrodinger's equation is what I'm talking about here is zero to these numbers to see. This evolves in one way, that evolves in one way, alternative A alternative B, and the greater factors are the main constant. Two worlds, if you like, going simultaneously. And in order to make sense to this, you have to do what's called making a measure, and that's what we've decided what's supposed to be doing. I've written a scene of the complex positions here, and I've written a view that is standing for unitary evolution, which is the Schrodinger equation I got bothered to describe it in detail. The Schrodinger equation is a particular equation that's chosen as we call parents. But they remain superpose according to this trading equation, which is a linear equation, which is a linear equation that serves these two evolutions that are going on. However, when you make a measurement, which is what the objectives do, you suddenly have to change the rules, and these things in a sense become probabilities. But what you do is consider complex numbers, it can't be probabilities, but if you look at where they are the same, you see what the distances from the arc in the arc, and the square of those distances is distinct here. And the ratio of those two squared moduli gives you the relative probabilities of two offensives. And this is the second part is called the reduction of the constant state, and the collapse of the wave function, and that is R. Now, this is one of the issues that I'll say a little bit more about at the end of the talk, but to me it's a very strange thing. In order to make sense of quantum mechanics, you have two procedures which are completely different from each other, and one of them is, well, you see, one of them is holomorphic, and that is you, and the other one is not. So, this is a very strange thing, well, it's strange because there is this sort of paradox, you might say, well, surely the detectors themselves don't lead up out of quantum particles, they ought to behave also by quantum systems, and so why don't they also behave according to you, because that's not what you do. When you do the quantum mechanics, you change the rules in the middle, and you say, no, no, I'm going to use a different procedure, work out these probabilities, this is the board rule, you apply the board rule, and they need this probabilistic answer. The trading equation itself doesn't have any probabilistic evidence. I want to distinguish them from the point of view of their complex or holomorphic behavior. See, a holomorphic function may be thought up, this is another way to talk about holomorphic function, what can be built up out of the operation of cross times, as they things to be described the function the geometrical are rules for the beginning, so these things are just simple geometrical things, plus the function w added to z, simply translates to w, which относится to w and we rotates and expands in a way . So, you have those two basic procedures and if you just take addition and multiplication together with the opposite procedure of taking the limits, that is another way of saying what a holomorphic function is. Now, there is another operation which is useful this is a and that is reflection in the real axis. So, they go to the bar from the axis and we see how these two dots are in the axis. so, the holomorphic means you have tradition or the testing limit is not complex conjugation. If you use complex conjugation then you gloss all the context magic and you're back with effectively just real functions. If you don't use the context conjugation then you're in the holomorphic well. in the holomorphic realm where in the holomorphic realm where we free and you in this real if you like the real world that we're familiar with as opposed to this low concept of this world but it's the classic by the way these complex numbers are not ahead. Now let me say something more about complex geometry which is very useful and this is the operation of stereographic projections and I only recently learned since I was giving lectures on the art and things like well because it's also in ancient devices it appears that in there are some ancient devices that were known at least 150 years we know that it was known for 150 years and it was for mapping the stars they knew all about this remarkable positive the way I'm talking about it here if you imagine a sphere and this could be their map of the heavens and you want to map that and it is very nice way to play and I'm going to think of that plane as well as the equator to the equator and this the equator and this is actually from circles to get circles it's also interesting that they must also have known that you could also back to the south pole that if you take a circle they were and what they say according to the so the side the side of the side of Квантовая механика может рассматривать два базовых состояния. 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 Мы смотрим, как отражается северная полюс. Вот плоскость веселя, окружность, минус один, минус ай. И все точки на этой плоскости и сферы. И здесь мы видим представленную бесконечность на окружности. И отображение уходит за пределы плоскости. Это очень полезная вещь. И для того, чтобы представить комплексные функции очень наглядно. Это также способ представить статистические функции. Как статистический функциональный путь. И это просто для геометрии. Полуцелые спины отражаются в сравнении. И мю мы видим на плоскости в виде точки. А потом она проецируется лучом на точку на римманному сферу. Особенно это верно, если вы посмотрите, в каком направлении она в луч этот идет. Это комплексные абстрактные числа квадровой теории. Особенно в случае полуцелых спинов. И мы видим такое правило, частное правило для трехмерного пространства. Мы имеем двухмерную сферу и трехмерное пространство. У нас есть связь между направлениями в пространстве и комплексными числами. Удивительный, получается, то самый удивительный факт, о котором я говорил в начале. В любой квадровой системе имеются два основных состояний. Если имеет двухсоставную систему, то у нас можно представить любое состояние как ленинная комбинация. Мы можем сказать, что римманного сфера не прямое отношение имеет к геометрии. И она имеет отношение к отображению комплексных числ. Если вы хотите увидеть, каким образом происходит измерение при совмещении двух объектов, то вы можете измерять это таким вот образом в этих направлениях. И в этих же направлениях измерять, вычислять степень вероятности. То есть, учитываем вот это расстояние, и тогда вы можете сказать, да или нет, произойдет какое-то событие или нет. Я не успею здесь очень мне вдаваться в подробности. Окей, я сказал, что спин-half, я имею в виду очень четкое отношение к спине. И его отношение к пространственной геометрии. Мы могли бы рассматривать частицы с большим спином, но здесь мы говорим об основных состояниях. То есть, у нас существует R-plus-1 основных состояний, и я думаю, что это объяснение, которое я здесь буду давать, достаточно известно благодаря чарану. И один из них, это Ламгар, то есть, что вы можете увидеть что-то похожее на ситуацию спином. Все точки, которые будут представлены на данной сфере, то все точки будут направлены в различные направления, будут иметь различные места на начале. Если вы хотите получить н-поинтаж, то есть, что вы можете сделать н-поинтаж на сфере, и они будут н-поинтаж на сфере. Я не хочу говорить подробно, но я бы хотел немножко остановиться на следующем. Но вопрос, что я хочу сделать здесь, что это Майоранда-репседательная сфере. Именно, если мы говорим о таком сфере, то есть, это только основная сфере. Вы должны понимать, что это одна из основных загадочных волшебных, увлекательных вещей, и касающихся комплексных чисел. Только ее образом решаются полиномные уравнения. Это фундаментальная теорема. Любое сравнение с многочленами имеет корень. И это свойство, это то, что используется здесь. Это очень непосредственно, очень прямое применение. И если physicists usually talk, they think of these basic states, which are examples, very special type cases of the Mio-Mio representation, where all the directions are either up or down. And you can have all of them up. И если у нас в данном случае на спинра он трем, то они все будут направлены вверх, а вот в этом случае один только направлен вниз, а в третьем случае только два направлены вниз, остальные вверх, а в самом конечном случае все направлены вниз. Все разные линейные комбинации этих направлений, и аналоговые точки на сфере, и они представлены в качестве точек на сфере. Как я уже говорил, это вопрос фундаментальной алгебры. Что касается безмассных частиц? Массless particles, и давайте подумаем о фотонах. Итак, по-другому, корроризацию футона и фототин, это, в основном, две основные стены, право- и лево- и лево- и лево- ази, а также направлены вверх. В целом, для массового способа вы найдете либо влево, либо вправо. Таким вот образом, вы имеете иллюстрацию для более высокого спина, и это два совершенно разных состояния. Итак, есть фотоны, и основное – это то, что они могут двигаться либо так, либо этот. И здесь у нас линейная комбинация – это то, что соответствует эти разным способом движения фотона имеет место линейная поляризация или русская поляризация. Это в основном, это, в основном, это продвижение в Vision. Светлана вice дляvление в В и В, и на В, и на В и на В. Теперь мы собираемся использовать точку главного количества в том, что мы можем использовать точку главной станции в В, и на реальной силе В, и на асфере Ременовой сферы В. Так что я делаю, что я возьму поляризацию этого батона, это большая окружность здесь будет проектировать его эллиптическую поляризацию. Таким образом можно посмотреть, каким образом это все может быть представлено на римной сфере. Это все, что касается описания спина. Хотел бы сказать несколько слов о теории твистеров. Это не только для спины, но и для того, чтобы я привлекаю релативность в том, что сейчас мы поговорим о том, что контекст здесь есть специальная релативность, и также многое говоря о генеральной релативности, но я вам разговариваю, что мы говорим о генеральной релативности, но это специальная релативность. Это meant to be a future space-time. Это специальная релативность. Мы имеем три акции. Одно измерение времени и три измерения. И здесь мы имеем четырехмерное пространство. И здесь мы имеем четырехмерное пространство. В данном случае изображен луч света. Фотон. Вы momento проведите, мы говорили свекотворение движений и патков-фотонов. Хорошо. Опять-напро, наけど, это в основных основных состав, это маколотворение, то есть маколотворение. Вот клятво права. Я думаю, что это фотон, The Snapchat-Line, который вы представляете изоленоваться временем, это系вая скорость. Вы выбираете свои объекты, а световые объектыnes на 45 градусах. Это фотография, и это истории о фотонах. и это же и, конечно, в том числе, сперва как видно свинца. Если вы понимаете тропинскую теорию, то есть в каком-то gravении местором я отвечу на эти фотографии и я буду поговорить о лихрейных осторожности как в то же время основной вещей. Но на самом деле и передать на землянный и стерву, я отвечу на определение о тропинках и о том, что в элементах являются это лихрейные осторожности. Продолжение следует. Извините, где мы с ним на грамоте? Основной геометрии�자 и отдельнотиitherе沒有 свет. Что я имею в виду, это то, что это комфортная сфера. В этой картинке я представила себе двух наблюдателей. Один из двух наблюдателей, один из двух синеньких, второй из двух синеньких. Они очень часто ходят друг к другу. Когда они покажут их на море, они видят один свет, и, потому что с амерanciей эффектов, с одной стороны и другим. Но этот источник, из очень какого качества, из одного из них будет абсолютно некente. Это то, что углы в небе, один из неба, они дадут те же углы в небе в небе. Или даже больше, если у вас есть стены, которые на один из этих серверов находятся в циркле, то на один из этих серверов тоже находятся в циркле. Таким образом, это вероятность на другой картине. Это что-то знало для меня довольно поздно, но давайте я просто скажу. Люди иногда это удивительное. Эти трансформации Лоуренца. Если я говорю, то есть, то есть, это трансформация Лоуренца. Каким образом оно действует? Вот то есть, когда мы говорим о небесной смерере, если I say cycles, то есть, то есть, скорее, которые в небесной взбей – т.е. требуем, что в небесной взбейерве серьру в незбей dimensие не pud�а естьrained. дополнительно, если в небесной взбейер то однаждыographic conversœuv source ask это так, что на альтернат Сicus According to what I see here, it will still look like a circle of light, but it should be equivalent to the other observer looking at a sphere moving very fast. And he's lost in positive view, because we know that as a sphere moves very fast, it should be flattened by the Fitzgerald-Lorence fraction. So why doesn't that sphere look all very flat? Well, if you look back to the sphere, you're looking at the sphere, which looks like the back of the sphere, what could it look like? And so it's a distant point, where the pole looks like the front, that's this closer point. If light takes longer from the more visible point, it will look like the back of the sphere in the back of the sphere, before it came earlier. Так что это стремится вот так вот. И этот аргумент ведет очень хорошо, как это работает. Релативист, Джон Малсинг, используя очень хорошие геометрические аргументы, и я вам покажу это вот здесь. И вы можете видеть более простой геометрической геометрической аргументации в одной из геометрических аргументаций, чем в другой аргументации. Я не хочу, чтобы это было очень красиво, но это действительно действительно неприятный факт для того времени говорить об этом. Просто хотелось бы еще раз сказать, что это всегда будут сферы, и всегда будут звезды или точки на этих окружностях. И таким образом мы имеем дело с из-за сформации Лоренси. Давайте я представлюсь. Что это значит? Что это прямо сейчас является очень早ичным моментом, чтобы вспомнить. Что это самое главное? Если я хочу, чтобы причинать определяется, что это спецификаем для 3 с 4-5-дименок. Это очень разловно с философией Это, наверное, для ситуации, в которой я чувствую себя очень неловко. То есть, я был недобален к четырьмя измерениям, которых мы здесь говорим, все эти депозакты, которые ты парни видов. И вы видите, как можно видеть смсиная теория, в которой вы получили четыре измерения в других кемп年. Если бы он имел четыре измерения, как бы мы верим, то есть, к примеру, когда мы говорим, что мы не понимали, что можно было бы самоизмерить. Поэтому я просто планирую, что у вас��요, в том числе, что как высокая в Pipeline, и как�야, как сложно понять, каким образом объяснить, как это принадлежит то, как истинь, потому что в последнее время это зависит от двух ролей в сфере, как я пытался сказать на моем виде, Продолжение следует... 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 Омега и пи вы можете настройка такое уравнение, где вы видите отношения омега и пи. Продолжение следует... 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 Понятно, что достаточно сложный процесс анализа, и в итоге мы представляем твистера таким образом. Это верхняя половина полуусмена. Мы имеем позитивную энергию. Мы видим, что имеются два отдельных места для показа сингулярности. Вот здесь твистерная функция, и мы видим два таких твистера, и это пространство целебные, и вот мы поделили его на один горбик и второй. И функция находится на пересечении двух этих областей. А вот это уравнение показывает соединение двух этих областей. Это первая газомология. Я заметил, что эти функции ведут себя таким странным образом. Мой коллега в Оксфорде объяснил, что мы делаем с гомологией. И вот общее изображение того, что мы делаем с этим явлением. Эта функция гораздо более тонкая монетия, если мы объяснили одно и то же объект двояко. На самом деле это перечитет о гомологии. Вот описание того, что мы делаем, как мы преобразуем эти уравнения. Но главное, что мы разделяем пространство на две части. И совмещение и пересечение этих плоскостей дает нам такую функцию. И если мы возьмем много-много функций, то получим следующую систему, и при образовании уравнения. Потому что я хочу дать вам более-менее объяснение того, что мы здесь делаем. И здесь я вам демонстрирую объект, который невозможен в принципе. Это было сделано одним голландским художником. Для того, чтобы имитировать что-то такое эмология, мы можем этот объект с разных сторон усечь, то есть отсечь часть. И все-таки то, что останется, будет иметь смысл. То есть это будут возможные вещи. А есть что-то такое, что называется гомология, которая описывает две стороны функции. Естественно, очень сложно понять все это, и нужно некоторое время провести для того, чтобы познакомиться с этими, с формулами, для того, чтобы понять, каким образом различные вещи соединять друг с другом в твистерной теории. Итак, какова же мера невозможности, невероятность, невероятность этой картинки? Если мы это пространство разделим на части, я собираюсь это пространство разделить на три части, эту фигуру на три части, то есть вот таким образом. И, ну, например, из дерева могу соорудить вот такие вещи, то есть у меня есть три на три складовки, и у меня есть инструкция по применению магии, согласно которой я склеиваю, склеиваю вот эти черпачки. Так вопрос заключается в том, получу ли я объект, который у вас может быть в приподе. Ну, для того, чтобы сделать это возможным, вы должны включить вот этот вот гомологический элемент сюда, если вот это, если это ноль, то это возможно, если это не ноль, значит это невозможно. Итак, это хороший способ получить общее впечатление о том, что такое твистерная теория и нелокальность в твистерной теории. Вы не можете соединить вот эти вот вещи вместе, то есть всегда получается, то есть гомологический элемент описывает вот это вот несоответствие на этой картинке. Это очень важный момент, но мне потребовалось много времени для того, чтобы понять, каким образом проиллюстрировать одно из самых загадочных вещей в квантовой теории. Возможно, я вам сейчас покажу слайд. Не могу найти. Ах, какая жалость. Ах, вот. Вы видите, квантовая механика характеризуется нелокальностью. Это основная тема. То есть это те, которые занимались Эйнштейн, Подолский, Розен и Розен. То есть мы не можем отправлять информацию из одной имени. То есть два объекта, которые расположены на больших расстояниях друг от друга, например, на расстоянии 100-150 км друг от друга, они не могут общаться друг с другом. И даже если они находятся так далеко друг от друга, все равно они входят в одну и ту же систему. Это достаточно тонкая материя. Мы говорим здесь не о одной какой-то частице. Мы говорим о основной функции частиц. Мы говорим также о нелокальности в волновой функции отдельной частицы. На этой иллюстрации здесь источник, и фотон характеризуется функцией, он распространяется, достигает экрана. Здесь экран справа. И волновая функция характеризуется вот этим распространением света. И может быть где-нибудь, ну например, вот здесь регистрируется фото. Если он регистрируется в этой точке, ну например, там фотографическая пластинка стоит, которая говорит нам, я детектировал фото. Если он регистрируется в этой точке, то тогда новая функция это все же не сложная функция. Вы не можете рассматривать две вещи, два объекта как независимые друг от друга. То есть, ну что это значит, ну например, и обычая verowival, но вероятность того, что волновая получать точку не связанными от одного. И вероятность того, что волновая женщина вышью вполне связанной с друг другом. Они не цвятят друг от друга. Это эскурсивное. Это значит, что когда фотон будет вначале, если фотон будет вначале, он может добавить сообщение другому фотону. И это может быть лучше, потому что это будет очень быстро. Но это должно быть тогда в гораздо большей скорости распространяться, чем скорость света. Вы не можете послать сигнал на скорости, которая будет больше скорости света. В этой точке мы потеряли информацию. В этой точке мы потеряли информацию. И связь переворвалась. Нелокальность, которую вы видите в двух стороной функции, не отражает эту нелокальность, которая есть на случай с единичной частицей. Это очень интересное упражнение, надо сказать, посмотреть на поведение частиц. В электричестве, например, студенты мои этим занимались. Каким образом мы смотрим на нелокальность? То есть, вот из парадокса Эйнштейна-Подольского Розвена, это мечта, что описывается с точки зрения отдельных частиц. Но мы также должны это понимать, что все это будет характеризоваться достаточно хорошо принципами гомологии. Гомология, если вы смотрите на системы из двух частиц, трех частиц, я думаю, что в директорной теории вы встретитесь с гораздо более тонкой гомологией. Двистерная функция для одной частицы, это одна гомология для двух частиц, это другая гомология для трех частиц, это третья гомология и так далее, и так далее. Это должно быть очень хорошо, быть более математически, и я думаю, что хорошо бы понять, каким образом трестерная теория связана с нелокальностью. Я думаю, что это очень полезно для будущего. Уважаемые коллеги, пожалуйста, кто хочет готовить вопросы? Если у вас есть вопросы, вы можете. Вы можете. Вы можете. Уважаемые коллеги, 5th year student. Уважаемые коллеги, профессор Пеннероз. Спасибо большое за презентацию. Уважаемые коллеги. Уважаемые коллеги, которые могут выяснить. Уважаемые коллеги, которые могут выяснить, что в мире можно использовать конкретную тему, чтобы обеспечить нашу историю. Я думаю, что это выходило бы за наше представление, за эту картинку времени, потому что мы не можем себе представить статическую картинку, что не является нехорошим. Это то, каким образом мы понимаем относительность с точки зрения времени. Это то, каким образом описывает пространство-время, а когда время идет, мы все воспринимаем время на сознательном уровне, но я думаю, что, конечно, это связано с тем, каким образом мы понимаем процессы сознания с точки зрения физики. Я лично считаю, что существует связь с частицами, а да, я уже об этом говорил раньше, это очень важный и странный способ, которым квантовая механика понимает все эти вещи. Я думаю, что у вас будет еще одна возможность понять, разобраться в том, что квантовая механика для того, чтобы она объяснила вам явление мира. Я думаю, что для того, чтобы понять квантовую механику и логические процедуры измерений, вещи, которые вот здесь представлены, те, о которых я говорил, нужно посмотреть на голоморфные представления, на этот мир с точки зрения голоморфности, которые будут исключать компоненты измерения, я думаю, я бы не сказал, что мы можем это сделать в предназначенном развитии науки, но я думаю, что мы... Я думаю, что вот этот глубокий вопрос, очень токий вопрос, нуждается в более подробном объяснении. Спасибо. Изучение, извините. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое за вашу лекцию. Было приятно. Позвольте наполнить вам одну из ваших лекций, которую вы давали на радио BBC в 2005 году и обсуждали темную материю. Вы сказали, что для того, чтобы понять, что для того, чтобы понять темную материю и белую материю, вы должны понять термодинамику. И я думаю, что это то, над чем работают специалисты в темно-рестру. И если я понимаю это правильно, вы не вполне себе чувствуете в том, в чем работают специалисты в темно-рестру. Итак, вы думаете, что этот подход, который вы предлагаете, он должен нуждаться в каком-то более серьезном развитии, в каком-то модификациях и так далее, для того, чтобы дать объяснение того, что происходит. Я думаю, что, конечно, мой вопрос, он связан на некоторой степени с предыдущим вопросом. Да, я хотел сказать, что, да, полетел из-под, да, да, да. Да, эта программа, да, она была некоторое время назад, да, в 2005 году. Я вчера выступал с лекции, и здесь собираюсь говорить послезавтра так же, где я описываю свои текущие взгляды на то, что происходит в теории Большого взрыва, например. Что достаточно любопытно, и, конечно, это тоже связано с квантовой теорией, но, да, да, я соглашусь, что я не очень, не очень счастлива, не очень комфортно себя чувствую здесь. Я думаю, что в теории струн из вот этих дополнительных размерностей, я думаю, что нам нужна физика, которая будет иметь три измерения. Но твистерные теории очень для этого подходит, я думаю, что вопрос, проблемы, которые были частью, я думаю, что, да, теория, очень маленькое количество тех специалистов, которые занимаются теорией Большого взрыва, будут счастливо усомниться в термодинамике. То есть, я не могу назвать это обычной теорией Большого взрыва, но я счастлив, вот, да, вполне довольны тем, что я занимаюсь своими взглядами. Если вы, если вы хотите заняться квантовой механикой, то вы должны понять, что это такое нелокальность. Ну, людей это мало волнует. Ну, как это, вот, нет реальности, каким образом, как вы можете говорить о каких-то вещах, в которых вы не участвуете, в которых вы не существует. А мы даем достаточно, достаточно полезные, достаточно хорошие средства для этого понимания, но реальность должна быть не локальной, повторяю. И я думаю, что это должно быть описано каким-то вопросом с точки зрения калмологии. И для тех, кто занимается твистерной теорией, это было достаточно, достаточно хорошей мотивацией для того, чтобы заняться, заняться вплотную вопросами нелокальности. Это очень тонкий вопрос. Мы здесь говорим о твистерных функциях, о нелокальности, которая, теории, которая, может быть, может быть, ну, есть ли теория, которая придет на смену квантовой теории, которая так же логично все объяснит. Ну, вы должны иметь, по крайней мере, какой-то базис для этого. Пожалуйста. Профессор Потапов, институт от техники электроники, российская академия наук. Скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, можно ли отметить, что физическая картина нашего мира описывается... Если у вас есть что-то ошибка, я буду... 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 Скажите, пожалуйста, можно ли с вашей точки зрения сказать, что физическая картина нашего мира описывается исключительно топологией и сингулярностями? А еще один вопрос. Часто вы заходите в страну Мандельброта и о фрактальной геометрии. Вы обращаетесь на теорию Мандельброт и о том, что геометрия? Да, спасибо. Фрактальная геометрия. Фрактальная геометрия, да? Да, есть связь с такими вещами, и на комплексном анализе, и на комплексном анализе, где вы видите какие-то сложные структуры, которые идут от очень легких структур. И когда мы понимаем, что проблема измерений, вы видите, что у нас есть очень крупная процедура. Нарождение квадратов и так далее. Это могло бы рассматриваться как фрактальная геометрия. Но есть аналитика, которая идет на более глубоких уровнях. Пожалуйста, еще вопрос. Пожалуйста. Спасибо. Дорогой Роджер, я третий раз вас слушаю за эти два дня и получаю огромное удовольствие. У меня такой вопрос. Я хотел бы вернуться к прозрачке, к первой теории Твиста, к самой стартовой прозрачке. Вот я увидел плоскость. Как вы дали ее, как трехмерное пространство. Я не возражаю. Когда мы говорим о трехмерном пространстве, обычно, так идет преподавание студентам и в школе. Мы берем двумерную точку, одномерную линию далее, получаем двумерную плоскость и идем к пространству, получаем трехмерное пространство. Вот такая логическая цепочка. Вы показали, мы будем так, параллелограммы. Ну, примерно. То есть вы показали плоскость, которая трехмерная. Если теперь логически продолжить ту же цепочку, я должен дать еще одно измерение. То есть выйти в пространство с трехмерной плоскостью. То есть я получу тогда полноценное четырехмерное координатное пространство. И это будет корректно. Это будет действительно. Вот представьте себе дальше. Что же мне делать с этим, с направлением времени, которое вы даете... Да-да, я уже заканчиваю. Оно у вас ортогонально. Вы не дря показали плоскость. А вот теперь я построил пространство, как, ну, допустим, как одно из тел протона. Ну, близкое, допустим. И вот тогда, куда вы направите ортогонально в свое время, в лечебниках, даже в михмане, есть такая фраза – перпендикулярно пространству. Вот прокомментируйте, как бы, в этой ситуации. Я думаю, что есть некоторое недопонимание о том, как интерпретировать этот слайд. Измерения здесь не совсем совладают в двух этих картинках. Я имею в виду, что здесь есть три смещения в одной измерения. Но комплексная структура не представляет себя в личности. В структуре, она представляет себя в тюрьме. Мы думаем о лабораторах, как с точки зрения здесь. Это практируется как в ручке на ремоновой сфере. Я думаю, что вы думаете слишком много, как с точки зрения ремоновой сферы. Вы просто передаете слишком много важности вот этому соотношению пространства-время. Да, я понимаю. Но я здесь больше интерпретирую время как направление движения. Или как потенциал для движения. Тогда нужно четко знать, куда двигаться. То есть несколько требуется корректировки этих позиций. Просьба не схожь, у него стараются. Давайте послушаем ответ лучше. Но это зависит от мира. Это Миньковский геометрия. Геометрия Миньковского. Поэтому нет специального направления по времени. Это просто координация. Это просто принятая система координации. Пошел, пожалуйста, пожалуйста. Я хочу спросить вас, что вы думаете о раманужанной форме? Раманужанной форме 1 плюс 2 плюс 3, и так далее, равен 2 минус 1 divided 12. Спасибо. Раманужанной формулы Раманужанной формулы Это очень интересно Это очень интересно, потому что вы тоже это очень хорошо соотносится с моими идеями. Функции расходятся и образуют аналитические функции на комплексной плоскости. И в квантовой теории вы имеете расхождение. И они заходят в комплексный анализ и возвращаются обратно в традиционный. И в великие математики такие Кармаджан выражали эти вещи математическим путем. Некоторые выражения выглядят совершенно бессмысленными. Но если вы рассматриваете более тонкие процессы, более тонкие вещи, они дают как раз ответы на такие вот неотвеченные тонкие вопросы. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо за лекции. Большое спасибо за ваши книги, которые переводятся на русский язык, которые с большим интересом читаете. И это очень страшно, что такие толстые. Тут много мыслей. Из вашей книги я узнал о замечательном парадоксе квантовой механики. Элиссуры Вайдмана, бомба с взрывателем, который не можно определить, с одним квантом, который не взорвет эту бомбу. И мой вопрос заключается в следующем. Как вы знаете, сам Вайдман имеет объяснение этого парадокса с точки зрения многом мировой механики. А вы в своих книгах оставили вопрос открытым. Вот что вы можете сказать сейчас по этому поводу? Ну, я не думаю, что это парадокс. Я не рассматриваю это как парадокс на начало. Это иллюстрация не локального характера квантовой механики. Я не рассматриваю, не рассматриваю вот эту точку зрения на... Для меня это... Для меня это... Важно то, что существует нелокальность в квантовой механике. Она присутствует в мире. И все эти нелокальные вещи, объекты, они основаны на наблюдениях экспериментальных. Все нелокальные эффекты могут распространяться, и они были замечены на расстоянии между частицами до 50 километров. И, конечно, я не думаю, что вот эта точка зрения на многомерную Вселенную дает вам какие-то очень ценные знания, очень ценные идеи. Я думаю, что, да, это достаточно тонкая вещь. Мы должны рассматривать вещи в совокупности. Все они очень связаны друг с другом. Важно понять, что если вы не можете... Если вы две точки, находящиеся на большом расстоянии друг от друга, вы не можете послать сигнал друг другу. То есть у вас нет возможности послать друг другу сообщения. Вот это самая важная вещь, которая касается того, что представляет собой реальный мир. Что из себя представляет... Что меня заставляет, собственно, заниматься нелокальностью. И вот, в частности, той, которую рефстрировала вот эта картинка, то, что распространяется на большое расстояние по сравнению с другим каким-то объектом. Если вы убираете информацию отсюда, то все, вы не можете уже послать из одной точки в другую точку сигнал, о котором я говорил. Связь теряется. Это означает, что нам нужна другая точка зрения на пространство-время, когда мы говорим о квантовых эффектах. И я думаю, что гагмология — это одна из тех вещей, которые нам могут дать ответ. Вы измеряете какие-то вещи, но, например, вероятности, вы используете квантовый механик, вы используете уравнение Шридингера, вы посмотрите, каким образом это все сочетается с общей картиной мира. И вот то, на чем это должно основываться, это, ну, наверное, должна быть какая-то вещь, которая должна быть вынесена, что-то такое, может быть, должно быть... Ну, я думаю, что квантовая теория достаточно логична, и я думаю, что гагмология должна пониматься как вот одна из проявлений нелокальности. Спасибо. Пожалуйста, обрусов. Вы, пожалуйста. Какие вопросы, пожалуйста? Твистерная теория — это не проблема, а есть ли какие-нибудь объяснения других явлений в этой теории? Она делает точно так же, как другие теории, некоторые вещи простыми, некоторые вещи еще более сложными, усложняет их. Если мы говорим о рассеянии частиц в физике высоких энергий, например, когда мы говорим о направлениях в этой области, мы говорим о многих направлениях в этой области, и «Твистерная теория» — это только одна из них. Ну, я думаю, что есть книга, которая в 2003 году была написана, в 2004 году вышла, я думаю, вот она говорит о том, что «Твистерная теория», «Теория струн» немножко проигрывает по отношению к «Твистерной теории», что вы находите в выражениях, они достаточно сложны. Вы должны проводить в теории струн, вы должны проводить огромное количество вычислений в квандовой теории, это несколько более комфортно. Это не новая физика, это просто одно из направлений. Иронично то, что та теория, которую играет «Твистерная теория», это состоит в том, что классическая теория заявляет вам, чему она вас учит, что она предсказывает. И вы в этом случае имеете хорошие методы для вычислений. Твистерная теория, она такова, что дает такой метод вычислений. Однако я думаю, что… Я действительно думаю, что… Я не говорил здесь об общей теории относительности, когда вы о ней говорите, то есть новые тонкости, которые вдруг возникают, потому что пространство уже больше не плоское, и все эти вещи, все эти объекты становятся достаточно тонкими объектами для рассмотрения с точки зрения пространства-времени. Но если решить определенное количество уравнений, то они могут, например, в области, в первую очередь в области квантовой механики, что вы находитесь, так это то, что… Вы можете говорить о фотонах, о бессмассовых частицах, но это твистерная теория делает. А вот в общей теории относительности вы должны найти нелинейности в теории Эйнштейна, которые будут соответствовать деформации в твистерной теории. Мы говорим о нелинейной структуре частиц. Это может быть огромным препятствием на пути развития нашей науки на настоящий момент, на моменте, если вы будете… Большое значение будет иметь, если у вас гравитон левой руки или правой руки, то есть вращается ли он с часовой стрелки или против часовой, то есть, если у вас твистер, который вращается в том или другом направлении. То есть, все это надо уместить вот в одну точку отсчета, так скажем. И это огромная, ну, огромная трудность. Я не думаю, что это нуждается на дальнейших осъяснениях. Гравитоны уже нелинейные частицы, и если вы будете дальше над ними работать, они станут еще более нелинейными. Все, что я могу сказать по этому поводу сейчас. Профессор, can I ask you a question? Could you speak into the microphone, please? I cannot hear the speaker. The interpreter cannot hear the speaker. Yeah, thank you. What can the twister... How do we benefit from twister theory to measure length? Which was the... Which was first touched upon by Riemann. So, length in geometry, distances in geometry, in what way can these be regarded by twister theory? In flat space, there is a very clear way of introducing the distance between two points. You can find that. There is a formula for distance between two points in crystal. If it's curves to Riemann's geometry, we have to understand that, if you're going back to the problem I was referring to before, we need to know that both the space of the Gravitine are together. And that still is not quite clear in geometry. The reason should be to be able to find the way that you can call the infinity twist. The second point is the ____. The second point is that you need to understand the противism of the object of the бесконечности. In such a way, you need something called the infinity twist. The cone of the object of the jogo, the intensification of the space of theonda space, emizzard space and the very significant of the object of the enemy, In the ordinary beginning of the space of the galaxy, in the ordinary the base of the twist, and the concept of the bot of the已 surface. It's a structure in twister space. It's a structure in twister space. It's a structure in twister space, It's a structure in twister space. Yeah, it's built-in space. Уважаемые коллеги, у Сэр Пан Роуза очень плотный график. Сэр Пан Роуза очень плотный график, и мы сегодня уже закончили, поэтому мы должны закончить в 3 минуты. 1-2 вопроса, и на этом мы будем на границу. Вы долго ждали. Профессор Пан Роуз, мой вопрос касается такой темы, как квантовое сознание. В свое время вы стояли у истоков этого вопроса. В 2003 году в Аризоне проходила конференция Quantum Mind 2003. Там были представлены мои тезисы, я кстати не представился. Меня зовут Павел, институте геофизика. И мой вопрос в том, как сейчас обстоят дела в этой проблематике, почему-то как-то она вышла из поля зрения научного сообщества. И соответственно параллельный вопрос, что вы вообще думаете о месте информации в процессах, которые происходят во Вселенной? Моя вопроса в том, как ситуация с этим вопросом? Какая ситуация с этим вопросом? Это кажется, что это произошло в том, что интересы современные художники. И как это относится к квантовой теории? Мне кажется, что это немножечко вне того, о чем я говорил сегодня. Я не говорил об осознанности, о осознании. Ну, попытаюсь ответить на ваш вопрос. Пожалуйста, последний вопрос сегодня. Спасибо большое за ваш интересный вопрос. Какие основные трудности в использовании квантовой теории и какие перспективы на унификацию этого процесса? Ну, есть очень красивая гаметонная алгебра, которая объясняет очень многие вещи в физике с использованием этой красивой формы. Это хороший пример, который осуществляет вам, что красивая математика не всегда приводит вас к нужным целям. Но это приводит к другим идеям, которые очень важны в физике. Например, гаметонные алгебры относятся к алгебре, не знаю, какой это алгебрия. И возвращаются к тому, что Гамельтон описывал. Они описываются опосредованно. Гамельтон, наверное, имел в виду, что существуют трёхмерности. Он интересуется тем, как описывать время в этой системе координат. В одной алгебре вы можете делить, другой вы не можете делить. И качество гамельтонного теряется. И качество гамельтонного теряется. Современная алгебра – это как раз нет этой красоты. И это пиковый путь. Нам надо быть очень осторожным с красотой математических формул. Потому что иногда математическая красивая формула и не описывает физических явлений как таковых. Уважаемые коллеги, к сожалению, Диакон из официальных клиентов, давайте поблагодарим вас. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас ещё будет в этом зале встречу и выступление профессора Медроузова. Спасибо за участие. АПЛОДИСМЕНТЫ К чему о чём-то новеньком, неведомом чиновникам творить и сочинять свои труды? Давай себя не мучай, про школы пронаучные, напишем кучу всякой ерунды. АПЛОДИСМЕНТЫ ВООСА КОЛЬКИВА МОЛАКИ ПОЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это в ремонте по словам, а вот корпина... КОЛЬКИВА АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, меня сказали, что есть в астраде профессорAS Оно, я не понял что, а были книжки, а они вообще не регистрированы. Я из них с обычно в конференции снимаю, а перевожу в телефон. понимаешь наушники вот этот фильм он отличался тем что бесплатный интернет всему миру можно было лежа на пляже в Берет, скачивается все что угодно, проверять почту и так далее не обязательно купить просто книжку понимаешь, что я сейчас